Девушки отдыхают Не пропустите только самое интересное в моем спецрепортаже Щедро поделиться долькой ностальгии и подарить билет в интересное прошлое Жителям третьего мегаполиса решила сплоченная команда нашего телеканала Рекламного агентства просто реклама и Акимата города Советский автопром, стильные и престижные в прошлом американские и итальянские машины Которые, отжив свой срок, по закону жанра должны были отправиться в утиль Ныне комфортно устроились на площадке в центре города, радуя своим видом пришедших На ретро-выставке автолюбители представили 25 автомобилей, которых назвать старушками, язык не поворачивается Только взгляните на этого красавца, Кадиллак 1989 года Но разве можно оторвать взор от этого автомобиля? А ГАЗ-69 уникальный автомобиль, который способен проехать практически по любой дороге И ему не страшны никакие ухабы ГАЗ-69 уникальная машина, везде проходящая, если я не ошибаюсь, откуда она у вас? Совершенно верно Я ее приобрел около 9 лет назад То есть, ну, сами понимаете, автомобиль этот 67 года выпуска Состояние его было очень плачевное Поэтому его, скажем так, разобрали до болтиков И потом снова его собрали И, конечно же, какая выставка без машины, которая популярна и по сей день Жигуль Им, конечно, сложно удивить, но вот наши коллекционеры все же смогли Как часто вам попадался на глаза автомобиль, который как будто вчера выехал с завода производителя? Верно, не часто А тут жигуляты и волги блестят и переливаются на солнце Представители старшего поколения, которые заглянули на ретро-выставку, признаются, что с удовольствием вспомнили молодость И с грустью осознали, что такой автотехники на дорогах общественного пользования больше не увидят Вот красивые, вот красивые, победа красивая Ностальгия? Ну, советское прошлое, еще время войны, видно, здесь машины ездят Интересно, да С удовольствием посмотрели Нужны такие выставки городу? Конечно нужны Вон сколько людей пришло, все с удовольствием смотрят Я рада, побольше таких вот мероприятий, когда массово гуляют, люди ходят, радуются, погода нам улыбает Довольно-таки хорошо все слажено, хорошие машины ретро, надо смотреть за машинами, любить это на любителя, конечно Ну, я думаю, всем нравится, это приятно для города, что в Шемкете проводят такой праздник Ну, это и наша молодость, и юность, как говорится, эти машины Ретро, само за себя говорит ретро Вот это Волга, одна из первых выпусков, 50, может быть, 8-го года, 57-го года Вазы, москвичи, газы и иномарки Привезли не только коллекционеры Шемкента, но и гости Джамбульской области и даже соседних стран Автоклуб из Узбекистана с щедрой коллекционерской руки привез на автовозе в третий мегаполис 7 автомобилей Эти железные ласточки, которые, увы, вылетают из своих гаражных гнезд крайне редко Дарили пришедшим не только возможность прикоснуться к истории, но и десятки памятных фотоснимков А владельцы авто с гордостью рассказывали историю восстановления, возрождения своих железных любимцев К слову, самое время познакомиться с героями, которые, не жалея сил, времени, финансов и нервов, по крупицам собирали ретро-красоток Полностью в оригинале, кроме сидений Насколько дорого обходится ее содержание? Ну, в принципе, не дороже обычного автомобиля Но, если при какой-то аварии или прочем, то проблема не в деньгах, в первую очередь А проблема в том, что нет запчастей Ну, уже нет таких оригинальных частей, если что-то вдруг Нас пригласили официально приехать из Ташкента У нас автомото-клуб «Ретро УЗ» Вот сегодня это 7 машин наши Ташкентские машины С Ташкент приехали своим годом Машины хорошие, мы довольны Год машины? 62-го года выпуска 62-го? Да, 1962-го года Суббик по... Полностью восстановленная машина По заводским стандартам Эта машина М-20 Победа, Кабролет 1950-й год, год выпуска его Машина все родная Ходовые, моторы, колесо Автошины тоже У нас почти 65-го года У нас машина подлежит Фиат Балила 32-шылы 39-шылы Шаруга машина Италианский Тараздан кегем Реставрация 5-шыл кетті Истевушен Казы Тараздан Юз Донгалықтарымен келдік Таңниелдейміз Чингентте осы Ужы екінчі мәрте болватырк Организация өте жақсы Нарғырайдем Кудай ғашкап Хонаққа келебіріміз Разные Здесь представлены Волге Начинаю с 58-го года С первого выпуска Второй выпуст Третий выпуск Ход Кургон И весь ряд 24-х лок Насколько сложно Реставрировать такие автомобили Приводить их в порядок И где вы берете Эти самые запчасти Насколько я знаю Многие не выпускают Все зависит от Того, насколько старая машина Естественно, старые машины Приходится много находить Что-то в России Что-то там в Украине Какие-то запчасти Заказываем на заводе По заводским чертежам Работает все, кроме приемника К сожалению Приемник уже понажимали Кнопочки поломали Все остальное Рабочем состоянии Ну а мы продолжаем Знакомиться с участниками Сейчас я вас познакомлю Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Аварс Аварс Вот как в том анекдоте Приождите, пожалуйста Насколько дорого Содержать такой автомобиль? Ну, дорого Как вам сказать? Ее не дорого Если постоянно за ней следить Ну, если запустить То обходится дорого Конечно Скажите, пожалуйста Ее можно увидеть На дорогах общественного пользования? Конечно же Ее не только на дорогах Можно ее и по телевизорам И в кинотеатрах Увидеть ее Так как она снимается И в кино И в сериалах И в клипах Спасибо Вот настоящий джентльмен Мне попался Не упущу возможности Чтобы не посидеть За этой машиной Это невозможно просто Понажимаем Педальки Скажите, пожалуйста Как она заводится? Она заводится С ключа, конечно же Где здесь ключ? Нажимаете Цепление Где здесь цепление? Ну, вы поняли Что я не умею водить Цепление это слева Посередине это тормоз А справа же, конечно же Это газ Нет, видимо Тормоз сегодня за рулем Потому что я не умею водить Но так уж и быть Я понажимаю кнопочки Вот Это уже современная, да? Аппаратура, я смотрю? Это уже современная Уже ставили Видите? Нау-хау в этой машине Ну что? Таксуете? Нет, конечно же Какой таксовать? Для собравшихся автор Ретро-владельцев Подобные выставки Не только праздничный выезд Со своими железными подопечными Но и возможность Обсудить Где и как приобрести Необходимые детали И запчасти С каждым годом Находить ту или иную запчасть Не так-то просто Но тем не менее Свою жизнь Без этих поисков И своих автомобилей Эти люди не представляют Вижу открытую машину Значит, есть хозяин Обязательно подойду Вот, водитель уже найден Привет Здравствуйте Здрасте Куда собираешься ехать? В Африку Путешествия Антиквар Антиквар Отцовская машина Был Раньше Это Москва 47-й 1964-го года Ага Здорово Дорого ли обходится Ее реставрация? Ну, вроде Нормально Запчасти Проблемные будут Ну, стараемся Да Если так Взять Редкие запчасти Фактически Здесь Оригинал Все запчасти Как она открывается Вероломно Журналисты ТВК Вламываются чужие машины Мы вас поймали Расскажите, пожалуйста Про эту машинку Можете не закрывать Пока нечего сказать Что интересно Мне интересно Откуда она у вас И насколько дорого Обходится ее содержание Я ее купил Два года назад Получается, я купил Ее за 45 тысяч тенге На данный момент Она мне 2 миллиона Уже сидит Скажите, пожалуйста Куда на ней ездите? На рыбалку? В Алмату На рыбалку нет Сейчас еще не ездили Машинку можно увидеть На дорогах Общественного пользования? Или она у вас стоит А какой-то там дороже? Нет, она у меня день через день Ездит в городе Скажем так Разобрали до болтиков И потом снова его собрали Скажите, пожалуйста На рыбалку ездите на нем? Нет Этот автомобиль Он, скажем так Автомобиль выходного дня Выезжая где-то По очень таким Серьезным мероприятиям Это 9 мая Это какая-то Ретро Выставка Ретро автомобилей Это очень редко происходит Команда поддерживает Команда, давайте Все вместе На ретро выставке Можно было не только Полюбоваться автомобилями Но и посмотреть концертную программу Ведущими праздничного действия Стали талантливые МС города А музыку Ретро выставки Дарил Диджей Максимус Я хочу сказать Что сегодня приехало Им очень много знаменитостей Новый состав группы Грибы у нас Они сейчас исполнят свой знаменитый трек Жгите, ребята Только вдвоем Только телеканал ТВК И зрители телеканала ТВК На ретро выставке Уникальных автомобилей Ну а я напоминаю, что мы находимся на ретро-выставке, которую проводит телеканал ТВК, совместно с просто рекламой и, конечно, Акиматом. Нас очень многие поддержали. Кто-то поддержал даже зонтиком, к примеру, Веселинка. Привет, привет. Сегодня они не только будут фотографироваться, но еще и поднимать настроение жителям третьего мегаполиса. Внесли в праздничное действие нотку спорта. Спортивные выступления дарил 13-й легион и кроссфит Шимкент. Ребята установили инвентарь прямо на площади и удивляли гостей и жителей города своей спортивной подготовкой. Черная, 395, в обороне стоит. Дима, расскажи, пожалуйста, про 13-й легион, который сегодня поддерживает наши мероприятия. Что вы сегодня нам показываете и что пожелаете молодежи? Сегодня мы продемонстрируем показательное выступление на снарядах. Мы пожелаем нашему молодому поколению вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не лениться и быть всегда впереди. Участвовать на мероприятиях вместе с нами. В целом, хотел бы рассказать то, что проходит сегодня. И как бы неважно, чем вы занимаетесь, кроссфит, локаут. Просто великолепные выходные, и культура спорта в Шимкенте поднимается, что очень радует. Уважаемые зрители телеканала ТВК, если вы думаете, что мы съедаем наших ведущих, или мы их куда-то деваем в ссылку, нет, они просто уходят от нас в большой спорт. Кто узнал, Тимур Шайдулин? Ведущий телеканала ТВК. Бывший ведущий телеканала ТВК. Спасибо. Я с самого спортивного центра Шимкента, кроссфит Шимкент. Сегодня у нас соревнования по кроссфиту. Выступают самые сильные атлеты в данный момент. Атлеты не только Шимкента, а вообще по всему Казахстану. Но они входят в десятку топовую. Вообще, мы сегодня представляем еще нашу супер-пупер многопрофильную студию. В перерывах мы показываем наше направление. Ну а самое главное, это наше соревнование борьба атлетов за звание самого сильного. Ну и как же можно было обойтись на выставке автомобилей без экстремального вождения? Во всей красе был дрифт. Представители уже современного автопрома. Не жалея резины, машины кружили на центральной площади мегаполиса. А для любителей картинга была подготовлена отдельная зона. Клуб «Формула-13» не только устроил показательные выступления на специально подготовленной трассе, но и катал самых маленьких посетителей. По словам партнеров, благодаря таким выставкам в Шимкенте развивается автокультура. Кто стоит в первом ряду, ориентируется только на жену. Особым подарком к празднику стал парад невест от свадебного салона. Самые красивые и незамужние колонной прошли по центральным улицам города. Конечной же остановкой девочек должна была стать сцена на площади Аль-Фараби. А вы когда-нибудь видели планерку невест? Вот и я не видела. Сегодня в салоне Париж именно она и происходит. Напоминаю, у нас сегодня выставка ретроавтомобилей. И в программе также уникальный, красивый, белоснежный парад невест, который организовал свадебный салон Париж. В свадебном шествии приняли участие невесты самого разного возраста. По словам девочек, многие мечтают примерить на себя белое платье. Поэтому и решили не упускать такой возможности и с радостью облачились в наряды от свадебного дома Париж. В образе невесты я, наверное, уже раз десятый. Очень нравятся образы. И надеюсь, скоро это будет не репетиция, а уже Анастейша с вами. Скажи, пожалуйста, ты замужем? Нет. Видите, насколько у нас все честно. Пойдем, красавица, тоже ко мне. У нас незамужние невесты, которые участвуют в параде. А теперь расскажи, пожалуйста, про свой наряд. Я вижу он национальный. Национальная казахская пати. Тебе холодно? Да, но... А это того стоит? Да. Это очень классно, прям классно. Расскажи, пожалуйста, не тяжело на шпильках? Нет. А можно посмотреть твои шпильки? Почему решила принять участие? Это интересный проект, городского масштаба. Надеешься найти жениха? Да. Вот она откровенно женская, спасибо. Организатор мероприятия Диана Хамидова называет шимкенских невест самыми отзывчивыми и холодоустойчивыми. Несмотря на прохладную погоду, девушки самоотверженно улыбались. И не показывали того, что даже желание выглядеть красивыми и желанными не всегда может согреть тело. У нас были очень короткие сроки, около 10 дней. Это впервые за историю всех, наверное, флешмобов в параде невест в городе. Такой короткий срок и при этом такой масштаб городской. Собирали мы через наш инстаграм, очень благодаря своих подписчиков за то, что они с нами. Все такие активные, всех разных возрастов, разных национальностей. Но нас сегодня сплотило одно. Одно, что мы вот танцуем, мы участвуем в параде невест, танцуем. И я уверена, будет что-то масштабное, очень красивое. Завершился парад невест свадебным флешмобом на сцене. А в качестве сюрприза для всех пришедших был танец от самых маленьких будущих невест. Красота! Тебе нравится быть в роли невесты? Да. Жениха себе уже присмотрела? Нет. Нет. Выражаем огромную благодарность кондитерской ладушке, Эврика, Веселинка, Автомаркету, Плазма. Организаторы праздника – телеканал ТВК, рекламное агентство «Просто реклама» и Акима от города Шимкент. Благодаря за помощь в организации и проведении мероприятия Алену Заярину и ее команду «Шимфэмили», а также Александра Громова и всех, кто приложил максимум усилий, чтобы ретро-выставка состоялась. Букет невесты! Ловим, ловим! Ловим, 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 друзья! Ну, в целом, прошло все нормально, все хорошо. Без зашибок, без эксцессов. Я думаю, все нормально, зрителям должно понравиться. Как вам автомобили, которые сегодня выставили? Отличные автомобили, есть очень достойные экземпляры. Отдельное спасибо, надо сказать, и Таразу, и Узбекистану. Ребята, молодцы! Без этих, ребят, наша выставка бы, конечно же, не обошлась. Это представители команды «Шимфэмили». Расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя выставка? Какая машина понравилась? И насколько сложно быть частью организационной команды? В принципе, не так все и сложно, просто сплоченный коллектив, он всегда помогает. И так же, как и «Шимфэмили», всегда дружно, со всеми собираемся. Машина? Ну, машины все хорошие, они все старые, все раритетные. Поэтому нельзя сказать, что вот именно конкретно одна машина была там самая-самая. Скажи, пожалуйста, а вот альбом уже пополнился интересными фотографиями? Конечно, со всеми почти. Мы собрались, отметили предварительно, у кого, в каких номинациях были эти, а там были. Спор был долгий, но вроде бы не такой он это, а действительно он был благословен. Сколько номинаций сегодня и какие они были? Ну, номинации сделали, семь номинаций. И в каждой номинации справедливое было решение. Я так думаю, что справедливое. Своих зрителей мы постараемся как можно чаще радовать подобными городскими проектами. Будьте на автоволне вместе с ТВК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!